У нас прямо перед окном летают ласточки, ой, ой, блин, вообще, смотрите сколько там, что-то вот делаешь, делаешь прямо краем глаза, видишь, как они пролетают, как их много, по-моему, если ласточки в небе, значит, это жара будет сегодня или завтра, сегодня точно, а вот остается насчет завтра, по-моему, у нас дождь. Ой, как их много, ба, да как их много, ничего себе, так много еще никогда не было, обычно летали там несколько, голуби там вот бывали, пролетали, подождите, это не ласточки, по-моему, или ласточки, вроде у нее два хвостика должно быть, хотя нет, там ласточки, да. Еще, может, кто-то, нашествие птиц. Ой, мы сейчас, Дима, ароматы мои нюхали, ой, запах такой. Тут у меня лежит сумка моя старая, хотела я ее выкинуть, все, думала выкидывать, не выкидывать, посмотрю, уже ручки прямо потертые такие, а тут мне, короче, недавно на днях вдруг захотелось уже шить. То я до этого несколько дней, не дней, а несколько месяцев подряд рисовать уже начала на своей идее, зарисовывать. А тут вот мне, наконец-то, прям срочно захотелось шить. Не думала, что вообще когда-нибудь захочется. Я как бы немножко любила шить, но не было такого сильного ажиотажа. Вот, и я решила у этой сумки, поскольку она старая, все равно я ее выкину на помойку. Она мне никогда, кстати, не нравилась. Это та сумка, в которой всегда можно что-нибудь потерять. И обязательно потеряешь. У нее настолько там вот черная подкладка, куча там каких-то непонятных карманов, которые находятся вот... А, вот он еще посередине. То есть тут один карман, тут второй карман, вот, и третий карман. И тут вот еще маленький. Я постоянно у нее все теряла. А потом находила неожиданно. То крем какой-то непонятный найду, то еще что-то, да, Дим? Вообще, мне эта сумка так бесила сильно. Вот, и сейчас я хочу у нее оторвать вот эти вот колечки. Я буду шить теперь. Хочу начать, наверное, хочу учиться начинать шить. Сейчас пока еще в декрете с Димочкой. Но каким-нибудь образом я потихонечку буду начинать шить. А если меня там это завлекет очень сильно, я думаю, когда Дима пойдет в садик, наверное, поступит на какие-то курсы или что-то там такое. Ну, там будет видно. Не знаю, может, я сама чему-нибудь научусь. Вот, может быть, скорее всего, хочу нанять какую-нибудь женщину, которая ко мне домой в гости придет и немножечко расскажет. Потому что, в принципе, у меня хорошая память. Я быстро обучаема. Мне достаточно 2-3 занятия, и я уже буду все знать. Вот. Ну, естественно, да, там мне непонятно, когда вот шьешь сложные вещи, как прошить там, как там. Ну, я думаю, это можно разобраться. Все, вот, скорее всего, может быть так. Потому что, в принципе, диплом мне не нужен. Работать в этой сфере я навряд ли буду. Вот. Да. Да, Дима? Мне больше нравится с документами работать. Да? Документы. Это так интересно, оказывается. Да? У нас в колледже, я помню, делопроизводство было. Так интересно. Печатать эти документы. Это так заинтересовало маму, скажи. Так заинтересовало. Вот. Ну, вот, короче, сейчас будут эти колечки. Наверное, вот эту молнию. Даже, может быть, вот этот вот карман. Он такой довольно хороший. Посмотрим, может, я его отпарю весь. Вот эти вот штучки. Здесь вот бантик. Наверное, бантик, может быть. Даже, думаю, наверное, эту кожу, она, в принципе, потертая только вот здесь вот. Вот эти вот колечки отрежу. Вот здесь, снизу, может быть, даже эту кожу я распарю, оставлю. Посмотрим, что будет. Вот. Здесь тоже вот они такие красивые. Здесь тоже кармашек. Ну, я думаю, наверное, вот эти вот не получится. Посмотрим. У меня большие ножницы. Где они у меня? Вот они, мои ножницы. Такие прям, они явные. Прям они такие качественные. Вот. Такие хорошие прям. Где ты? Ты тоже хочешь вместе с мамой все отпаривать? Где-то лезвием, где мелкие, а где-то так, да? Да. Ты только палец его не суй, пожалуйста. А то нам МЧС вызывать придется. Или кого-нибудь еще. Не суй ты туда пальцы. Дима, не суй. Все. Хватит. И тут такая же вот. Что-то лежит. Она еще, кстати, была пыльной. Я ее душиком облила. Чтобы она была не настолько пыльная. Ну все. Буду заниматься сейчас делами. Все распарывать. Я режу и Дима режет. Дима занялся газетой. Я занимаюсь сумкой. Она уже все почти ее изрезала. Залезла сюда. Тут какая-то грязь непонятная. Внутри сумки. Вот эти штучки не снимаются. Но они, в принципе, им не нужны. Что тут за мусор? Ну вот. Короче, я тут нарезала кучу всего. Тут всякие вот остатки. Остались вот эти штучки. Короче, всю сумку просто обрезала. Это вот все мусор. Все это мы выкинем. Оставила себе. Немножко вот кожи нарезала. Конечно, это не настоящая кожа. Кожа-заменитель. Она здесь более-менее, смотрите, хорошая. Не настолько потертая. С разных мест я нарезала себе. Ну и моих швей. И также, что я нарезала, собрала. Вот они эти штучки, которые закрывала сумка. Они выглядят вот так вот. То есть вот она. Снимается. Закрепляется. Это большой плюс. И потом они вот так вот в разные стороны раздвигаются. Одна вот и вторая. То есть очень удобно. Вот. Молния. Была белая нитка на иголке. Прошила белой ниткой. До конца не закрываю ее. То есть молния у меня одна. И вторая молния вот еще. Большая у меня еще есть молния. С красивым цветочком. Вернее, не большая, а длинная. Здесь все как положено. Куда-нибудь она пригодится. Также у меня бантик. Его я немножко неправильно разрезала. Отрезала эту штучку. Думаю, может быть, сделала что-нибудь другое. Также колечки теперь у меня есть. Четыре штуки. Такая штучка. Не знаю, кстати, для чего. Ее много где делают. Маленький замок. И, естественно, я нашла клад. Вот такой вот. Был в сумке. Самое интересное, когда я сумку обливала водой. То есть, я ее всю полностью прощупала. Залезла в каждый карман. Ничего не было. Я думаю, надо же, пустая. Удивительно. Думаю, обычно у меня что-нибудь лежит. Какие-нибудь там сосучки. Вот там жвачки. Билетики. Ну, ладно. Это вот они. Оказались жвачки. Все липкие. Вот. Испачкала руки. Есть вот билетики. Кстати, я коллекцию собирала. Таких билетиков. Они в каком-то там году были. Я сейчас не помню. 2013-й, может быть, это. Или какой-нибудь там. У меня их коллекция. Вот. С птичками. Какие они разноцветные вот бывают. Еще вот с птичкой. Ну, и, конечно же, жвачки. Сейчас жвачки такие продаются. Вот они. Такие вот я покупала там вкладыши. Синенькие. Удивительно. Клад, но нашла. Вот. И, в принципе, все. Да. Вот я сумку распорола наконец-то. А то я хотела ее выкинуть. А с нее, смотрите, сколько всего получилось. И кожа немножко. Не знаю, пригодится мне эта кожа или нет. Вот. Я боюсь, что нет. Но в любом случае, пускай будет вдруг пригодиться. В моих сладких начинаниях. Да? А ты что несешь? Ты лягушат несешь? Как лягушка у нас разговаривает, Дима? Дима, как у нас лягушка разговаривает? Как лягушка разговаривает у нас? Да, да, да. Да, да, да. Прям так разговаривает. Сидит на болоте и кричит во всю глотку. Да, 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 да. Да? А люди мимо проходят и говорят, есть желание загадать. А будет у меня сегодня зарплата на полмиллиона, да? А лягушка кричит «да, да, 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 да». Да, Дима, так? Что ты там маме прячешь? А потом мама спать ложится, а у нее там всякие игрушки лежат. Потом мама пугается. Мало того, спотыкается, так еще и пугается. Вообще, да, хорошо бы такую... Хорошо бы такую лягушку, да, Дима? Все желания исполняет твои. Да? Лягушка-фея. Да, Дим. Да, 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 сидит лягушка на болоте. Да, 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 да. Всем кричит «да, да, 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 да». Ей бы очередь устраивалась. Дима, да, 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 да Продолжение следует...